Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Зачитаем, оформляем проповеди или занятия, которые я вел потеряете с первого дня ее основания. Вышел сеятель сеять. О сеятеле много создано рисунков и гравюр написано. И много написано проповедей. А в сегодняшнее время эта притча о сеятеле выглядит несколько иначе, потому что две тысячи лет прошло и поправку нужно делать очень большую. Если раньше Господь говорил, Лука, «Сказывай вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» То есть сегодня нужно сказать, какую веру? Тогда была одна вера, сегодня их насчитывается 21 тысяча. Это те, которые призывают имя Иисуса Христа. Так найдет ли он ту веру, какую оставил? Вот так нужно вопрос ставить сегодня. Вышел сеятель сеять. Первые два слова объясняют кратко. «Сеятель Христос, а семя Слова Божия». Все вроде бы ясно. Но нашими устами, нашими руками, нашими ногами сегодня Господь все делает. Если он рассказал притчу о милосердном самарианине, то понятно, что самарианин – это Господь. Сегодня каждый должен быть таким. И если он сеет семя свое, то теперь каждый должен сеять его Слово. В роли Сеятеля мы должны быть. Сам Господь уже не выходит. Он уже высел, дал пример, и мы должны идти по стопам его. Первое Петра. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. А следы его кровавые остались на траве, на камнях, при дороге. Какое семя? Слово Божие! Что сегодня мы высеваем в мире? Что в храме? Приходилось видеть кукурузные зерна, привезенные из Америки. И каждое зернышко было предварительно там на заводе опущено в какой-то раствор. А потом смесь эта затвердела, и зернышко окутано как бы оболочкой питательных веществ. Делать его недоступным для поручи от насекомых. Оно и обеззараживает, и делает подкормку, подпитку этому семени. Сегодня Слово Божие обернули в пуленепробиваемую оболочку церковно-славянского языка. Мишка. Сеятель сеет как? Корзина на плече, и сколько горсть захватит, он и бросает наотмашь. Если мало взял, то через короткое время снова пойдешь насыпать корзину. Много взял, шею давит, и далее зависит все у него от руки. Это плечевой сустав, локтевой, кисть, пальцы. Все двигалось, он брал и широким взмахом разбрасывал. Выходит, сегодня не проповедник, а чтец. И чужие мысли не может талантливо, громко с выражением прочитать. Если своих мыслей Бог не дал, то читай хорошие чужие мысли. Хорошо, читай. А тут нет смысла даже готовые выразить в доступной форме, как будто мы сами этого не могли дома прочитать. У меня есть дома много книг, и я могу дома все это прочитать. Нужно не просто под ноги бросить семя, под нос бубнить, значит никуда и не разбрасывает, не трудится. Даже голос не хочет поднять, напрягать. Вот так. Какой же ты сеятель? Другой взял это семя, на полочках по мешочкам распределил, написал, какого сорта. И так всю жизнь стоит. Это образ православных. Книжки стоят на полочках, они сами по себе. А я отдельно от них. Это не сеители. У многих православных целые библиотеки уже. Но дальше этого не идет. Слово Божие это означает Библия, это означает Священное Писание. И это только нужно сеять, а не то, что ты видел во сне, или тебе написали, или ты слышал чье-то кудрявое мнение. Даже хорошего другого человека, даже самого святого. Каждое слово Писания истолковал златоуст, вложенный феофилакт. Это оболочка питательных веществ. Оно не дает им испортиться, сгнить в наших домыслах и в сужетолкованиях. Предупреждает оно и нас, потому что Слово Божие породило все эти ереси. В Библии это большой склад. И там жито всякого по лопате. И каждый еретик на основании Слово Божие проповедует. Не думайте, что сегодня адвентисты какую-то другую книгу берут. Они только с Библией. Даже безбожники и те с Библией. Но чем это зерно окутано? Питят питательными или веществами толкований святых отцов. О чем говорит 19 правил 6 Вселенского Собора. Или ядовитыми примесями. Или нашим церковно-славянским языком. Оболочку его закутали. Не пробить, не разрезать. Мы долго бились, чтобы хотя бы библейские слова читать в храме по-русски. И это слово хотя бы относится к Слову Божие. Какое безумие у нас творится в церкви, когда запрещают по-русски Слово Великого и Живого Бога читать. Нужно снять с него оболочку. Добились мы по милости Божией. Долго нас томили, тремя годами. Наш архиерей упрекал нас, что у нас сектантский дух. И, наконец, он сам говорит нам, читайте. Но Евангелие, батюшка наш, все еще продолжал читать под церковно-славянской до последнего времени. Четыре оболочки на Слове Божии на небесном семени. В первую очередь в алтаре. Считается, далеко? Далеко. А если бы алтарь был длиннее, то батюшка не подошел бы к выходу. А там у престола уткнулся бы со свечкой. И батюшка бы от нас еще дальше отдалился. Это очень хорошая оболочка. Если ты голос не напрягаешь, как протопа вакуум. Тебя никто не слышит. Семя падает под ноги. Выходит, что нужно вокруг столпиться и подставлять руки, уши, чтобы что-то досталось. Но в алтарь не войдешь, а он бубнит, тянет там. Смысл в отчем. Это все в печати, на Слове Божьем наложено. Нужно же такой широкий взмах делать, чтобы до другой страны прилетело семя Божие по интернету пустить. Старайтесь, успевайте, шире размахивайте рукой. Вышел сеять и сеять. Батюшка все где-то далеко от народа. Видел в греческой церкви, когда священник выходит и лицом к народу читать Евангелие. Посреди народа нужно быть, чтобы земля успела захватить это семя. Посреди народа нужно читать, чтобы все могли ясно слышать. Не ими. И читали из книги, и из закона Божия. Внятно. И присоединяли толкование, и народ понимал просчитанное. Ну вот возьмите за эпиграф это и все. Тем более голос не старается напрягать. Не перетрудятся отцы благочинные. Какие сеятели-то наши. Сколько раз уже говорил, чтобы погромче читали. Нет, шептун стоит. Тягомотно так бубнит себе под нос. Напрягите голос. Вы же людям говорите. Постарайтесь донести благую весть до сердец народа всего. Уважайте слушателей своих. А дома-то на жену в десять раз громче кричит. Второе. Задом к народу. Кто же, стоя задом-то, с собеседником разговаривает? Начальник на твоей работе разве с тобой так говорит? Он смотрит тебе в глаза и объясняет задание. Даже с сыном ты разговариваешь, чтобы лицом к лицу стоять. Могу ли я сказать, что батюшка уважает нас, если он спиной к нам стоит, разговаривая с нами? Евангелие-то написано не к Богу, а от Бога к нам. Так и читай письмо Божие, как положено, а не наоборот. Наконец-то батюшка один замочек со Слова Божия сорвал, начал читать по-русски. Чья-то молитва все же дошла до слуха Господа Саваофа. Нужно бомбардировать врата небесной отчизны молитвой. Но еще спиной к нам стоит. Ризум у него рассматриваем. Он не может эту оболочку сорвать. Бейте опять в небесные ворота. Ходатайствуйте пред Отцом нашим лебезным. И батюшку Бог вытащит из алтаря и поставит лицом к народу. Повернись к пастве. Это не твое послание. А мой Бог мне послал. Что ты его национализировал? Приватизировал? Чего ты боишься народа? Сокрылся там. Как будто от Бога это письмо батюшка для себя одного получил. Отошел и там уткнулся. Читает полголоса себе под нос. Какими умными мы себе кажемся. И так во всей Руси и за рубежом. Так читают все почти. Это же никакие мы не сеятели. А сколько лишних слов языком говорим. А как нужно слово Божие сказать, так и переступают смущенно. И чешут в затылках. Вера Христова. Поругание через нас. Сеять-то нечего. К разину ма пустые, порожние. Сам дома не читал, не запомнил. Ничего и не стоит, лишь бы отстоять. Не стоит, лишь бы отстоять. А ничего и стоит. Стоит, ты ему уже копейку не даешь. Запомнил, ничего и стоит, лишь бы отстоять. Придумали служение. А стоять хотя бы и не понимали. Все в мистику уперли. Отстоять службу. Потому что если есть у тебя 2-4 пшенички. То там еще и куча мусора своих измышлений. Как у матерых сектантов. Я понимаю так. А я понимаю так-то. Как у сектантов. Сколько голов, столько и умов при разборе Слова Божия. Нам, православным, запрещена такая вольность. Нам дано в такой обволакивающей смеси, что на все хватит. На любой случай жизни. Почитай блаженного Феофилакта, толкование, которое он избрал из всех святых отцов. Вот что значит Сеятель. Сеятель это ты. Это он. Это вот она. Припомните житие Феодула и Кориона 2 мая. Тайные христиане. И как они думали быть благовестниками. При рабовладельческом строе дело было. Идет их хозяин Катул. И стоят два пацаненка у ворот. Между собой так разговаривают. А как ты, брат мой, думаешь? Вот мы живем у этого нашего господина. А он ведь совсем у Бога нашего не верит. Он сильно на сатану похож? Похож. Так выходит, что мы у сатаны живем? А его дом тут же совсем Христа не признают. Жертвы идолевские приносятся здесь. Тебе не кажется, что на ад сильно похож? Это двор. Ребятички рассуждают. Даже очень. Пацанята. И сеют семя. И вот их хозяин идет. Давай ему расскажу, кто он такой, чтобы и он поверил в это. Так ты молчи. Так ты молчи, я буду говорить. Я больше тебя знаю из Писания. Здравствуй, господин наш. Нам же господин сам Господь. Что это за приветствие? Тут слуга говорит. Так это же христиане. Они же идольские жертвы, которые вы им посылаете. Собакам выбрасывают. Собакам? И эти два пацаненка привели к свидетельству о Господе Христе своих родителей. И все были казнены за Христа. И всех их приняло небо. Такой высев сделали мальчишки. Что тысячелетие требуется, чтобы урожай собрать. Не можем распаковать. Вот как надо сеять. А вот ты на работе работаешь? И как там у тебя со свидетельством? Да слава Богу, никто не знает, что я верующий. Все спокойно, премиальный каждый месяц получаю. Иконочка у меня в шифоньере. Крестик на лямочку к майке прицепил. Нигде никто не узнает. Мало того, священник приходит на прием к уполномоченному и снимает крест. До нательного. Вот, вот это наш высев. Вышел сеятель сеять, наш Господь. И мы это семя положили в наши сердца. Получил когда-то. Дало это всходы. И мы теперь начинаем помаленьку куститься, плодоносить, с сорняками зарастать. Это все четыре сорта земли наших сердец. И теперь вы видите, все эти. И что вырастет и будет развито, не закопано, а таланта будет давать прирост. В 30, 60 и в 100 крат. И как это будет при осенней жатве, если сеять не будешь? У нас же есть уже столько книг и некому выставить, продавать. Уже готово все. Теперь высвободилась наша газетная продукция. И когда люди к вам приходят, вы хотя бы по две газеты можете каждому бесплатно давать. Никого нет. А помнитесь, талант нам дан и он уже зарыт. Каждая книжка, каждая страница будет на одну а дотянуть, если не исполним слышанное. Златоуст говорит, что лучше бы тебе это не слышать. Сегодняшняя притча не для полочки, но чтобы мы научились пользоваться семенем данным нам. Запусти руку в наше сокровище. Можно столик какой-то для удобства сделать. При снеге целлофаном затянуть книги. Начинайте свидетельствовать. Все наше хождение, даже хранение веры в чистоте, как у тех пяти дев, не поможет. Они пришли не распутными девками, но девами. Масла не было. Что значит масло? Это не что иное, как дела милосердия, сделанные в духе святом с любовью. Евангелие от Матфея. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они свидели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Ничего нет выше спасения души человека. Посты и молитва только этому помогают. На первом месте проповедь от Марка. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Несите проповедь о воскресении Христовом всякому народу и племенам. Господи, неужели только это? Да. Теперь сидите в Иерусалиме и никаких командировок, пока не получите силу. Ни одного движения. Сидите и ждите, пока Бог даст силу. Долго ли ждать? Скоро узнаете. Может быть, они хлеба накупили, сидели в запертии, но Господь повелел быть в ожидании только десять дней. Но им и это было томительно от Луки. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облегчетесь силой свыше. Какой силой? Чтобы деньги зарабатывать, в четыре смены работать? Нет. Но чтобы распространять благовестие. Силу для благовестия. Христос пошел домой к Отцу, а они углубились в ожидание. Служба здесь. Это поддержка нам. На земле нам не прожить без таинств. Без укрепления свыше. Без причастия не прожить. Без молитвы не прожить. Но это все нужно распаковать на русский язык. Великий наш сетель Иисус из Назарета, досадил и нас истинными сетелями. Ему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.